Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодняшний наш вебинар посвящен одному из самых распространенных заболеваний дерматологических псориазов. Я думаю, что каждый доктор встречался с этим заболеванием в той или иной форме. Но заболевание тема интересна, так как имеет много форм. Мало того, в настоящее время есть представление о псориазе как о псориатической болезни со своими коморбидностями. Поэтому я думаю, что данный вебинар будет интересен не только дерматологам, но и врачам других специальностей. Псориаз. Он важен для врача, поскольку он распространен и имеет последствия лечения. Да, конечно, псориаз активно лечат дерматологи, ревматологи в виде одного из проявлений псориаза, псориатического артрита, но и другие специалисты. И лечение псориаза достаточно сложное и претерпевает изменения в последнее время. Поэтому также это очень актуальная тема, псориаз и его терапия. Ну и важно для исследователя, потому как именно в наше время, в нашу эру меняются парадигмы подходов терапевтических, потому что развивается иммунобиология, определяются мишени для таргетной терапии, изменения целей лечения. Если раньше это было улучшение состояния кожных покровов на 75%, то сейчас мы добиваемся чистой, ну или почти чистой кожи. Поэтому, конечно, это важно для дерматологов, ну такой прогресс в нашем направлении, в направлении терапии пациентов псориаза. Поэтому я, конечно, с радостью делюсь той информацией, которая у нас есть. Но хочу отметить, что псориаз является социальным заболеванием, потому как очень много пациентов имеет средне тяжелую-тяжелую степень псориатических проявлений, что, конечно, не может не влиять на качество жизни, и, конечно, пациенты очень страдают. Есть и социальная стигматизация этих пациентов, и проявление на лице, на волосистой части головы, на руках, на коже кистей, я имею в виду, и на ногтевых пластинах. Это, конечно, то, что бросается в глаза людям окружающим, и не всегда адекватно реагирует окружающий. Поэтому пациент имеет такое социальное давление, поэтому нужно дать необходимую оправданную тактику ведения, когда пациент может себя чувствовать здоровым в обществе. Итак, псориаз распространенная, генетически детерминированная, воспалительная, иммунно-зависимая, хроническая заболевания кожи и других органов и систем. Конечно, это заболевание имеет генетическую детерминированность, то есть передается по наследству предрасположенность. Есть разные гены, которые несут себе информацию, и проявления псориаза могут быть разными. Сейчас, в зависимости от той, так скажем, генетической мозаики, которую наследует человек, и проявления псориаза могут быть разные и по тяжести, и по клиническим проявлениям. Иммунозависимая, да, иммунопатогенность псориаза абсолютно подтверждён, и как раз с этим связано использование моноклональных тел в терапии, которые направлены на конкретные провоспалительные цитокины и дают необходимый эффект при лечении псориаза кожи и других систем и органов. Итак, посмотрите, какие коморбидные состояния при псориазе возникают у пациентов. Это видно и на нашем приёме практических докторов, когда мы видим, что, конечно, кроме псориаза и псориатического артрита, который очень часто сопутствует псориазу кожи, у пациентов депрессия, очень часто гипертензия, ожирение, метаболический синдром, ну и как следствие сердечно-сосудистые заболевания, поспалительные заболевания кишечника и даже лимфома. То есть вот этот такой перечень достаточно серьёзных заболеваний связан с псориазом. Возможно, связан с теми же провоспалительными цитокинами и сигнальными путями, которые запускают воспалительные процессы. И это не всегда только псориаз и псориатический артрит, а и другие заболевания. Метаболический синдром. Очень часто люди с повышенным весом обращаются на приём. И течение псориаза у таких пациентов более тяжёлое. И мало того, что тяжёлое, торпидное к методам терапии. Сложнённый диабет, ожирение только усугубляет течение псориаза. Далее депрессия, тревожность, суицидальность. Здесь сложно понять, что первично. Или это коморбидное состояние, или всё-таки наличие псориаза вызвали такое состояние депрессии, тревожности. Хотя может быть и то, и другое. А скорее всего оно так и есть. И далее артериальная гипертензия. Очень часто пациенты с артериальной гипертензией. И интересен факт обострения псориаза при лечении артериальной гипертензии бета-дреноблокаторами. Поэтому тут важно понимать важность сбора анамнеза, понимание коморбидных состояний. И конечно той терапии, которая назначена пациенту. Далее по желудочно-кишечному тракту, болезни крона, язвенный колит, воспалительные заболевания кишечника. Тут тоже очень важен этот момент для сбора анамнеза и для дальнейшего определения тактики ведения. Потому что, например, ингибиторы интерлекина-17А не назначаются. Мало того, болезнь крона является противопоказанием для некоторых препаратов. Поэтому тут коморбидности могут быть как купируемые терапии, так могут и некоторые из них обостряться при неправильно подобранной терапии. И вернемся к клиническим формам псориаза. Фенотипы, так называемые, псориаза. Здесь мы видим такой набор фотографий, ну достаточно ярких фотографий. Конечно, может быть на приеме у пациентов, у пациентов, которые только появился псориаз, не такие яркие клинические формы, которые сложно с чем-то спутать. Более меньшие бляшки, как папулы псориатические. Но если уж мы видим такую форму, тут не возникает сомнений у дерматологов. И не нужны дополнительные методы диагностики. То есть тут диагноз ставится по клинической картине и, возможно, используется псориатическая триада. Когда методом поскабливания шпателем сначала усиливается шелушение на коже, дальше образуется терминальная пленка и в дальнейшем кровяная роса. То есть таким образом мы достигаем сосочкового слоя дермы и легкая кровоточивость связана с таким неоангиогенезом псориатической бляшки. Бляшки обычно безболезненные и здесь только нет глубоких трещин. И ранее даже считалось, что они не возникают никаких субъективных ощущений. Но сейчас абсолютно точно определено, что псориазм связан с зудом, особенно волосистой часть головы, особенно при прогрессировании. Когда вокруг бляшки появляется такой венчик гиперемии, так называемый гиперергический венчик, эритемный венчик пильного. И дальше мы видим типичные локализации. Вот на первом фото это область разгибательной поверхности локтевых и коленных суставов. Это наиболее типичное проявление и можно еще говорить о волосистой части головы, когда бляшки только начинают появляться псориатические. Но и может быть при легкой степени течения на этом все и заканчивается. То есть у пациента могут быть псориатические высыпания только на волосистой части головы. И он всю жизнь с ними жил, считал, что это там перхот, как у нас любят говорить. Использовал шампуни, маски и всю жизнь прожив, не был поставлен диагноз псориазм, что тоже возможно. Но если же все-таки триггерные факторы и предрасположенность у пациента более высокая, генетическая, запускают процесс утяжеления псориаза, бляшки распространяются. Сначала это папулы, которые постепенно растут. Папулы, узелок с шелушением характерным растут. И вот, наверное, линии натяжения в области локтевых и коленных суставов, они наиболее типичны в связи с постоянным растяжением и травматизацией. Потому как для псориаза еще характерен феномен Кёбнера или изоморфной реакции. Это так называемая извращенная реакция кожи на повреждения. Ну, например, царапина кошек после игры с кошкой. И на месте царапины не идет нормальное заживление с образованием корочки. Идет гиперактивность репаративных процессов, что характерно для псориаза. Потому что скорость деления клеток при псориазе увеличивается в десятки раз. Если в норме эпидермисменяется за 28 дней, здесь увеличение в 200 раз. И мы видим, когда быстро-быстро на месте повреждения кожи формируется псориатический очаг. Дальше на фото видим, что идет поражение ладоней и стоп. Ладонно-подошвенный псориаз. Я остановлюсь подробно на каждом виде псориаза отдельно. Поражение ногтевых пластин. Псориатическая ониходистрофия. Очень часто путают с микозом ногтей. Хотя псориаз ногтей не исключает микоз. То есть микотический процесс, микологические проявления могут быть, конечно, и при псориазе. Хотя если псориаз мы активно лечим, и псориатическая ониходистрофия ликвидируется, то и грибковые процессы также ликвидируются. То есть тут, конечно, первичное псориатическое повреждение ногтей, с которым нужно бороться. А грибковое обсемнение является вторичным. Далее, наверное, на фото справа мы видим пустулезный псориаз. Пустулезный псориаз – это такие пустулы. Они являются стерильными пустулами. То есть при посеве с этих пустул нет никаких микроорганизмов. Это также одна из форм псориаза пустулезного. Бывают ладонно-подошвенные, а бывают генерализованные цумбуши. Сейчас разберем каждый отдельный. Итак, псориаз бляшечный. Ну вот такая форма, немножко стертая. Здесь наверняка использовались уже кортикостероидные мази. То есть когда мы видим, что есть и депигментация на фоне разрешившихся псориазических элементов, и в то же время есть такие геморрагические корочки, что говорит о том, что у пациента зудит этот очаг и прогрессирует. То есть чаще всего такая клиническая картина связана с использованием наружных кортикостероидов. И такую стадию мы можем назвать стационарной. То есть когда бляшка вроде бы не увеличивается, но и не уменьшается. И вот если все-таки вот эти вокруг высыпания мелкие папуги появляются, можно говорить уже о прогрессировании. То есть местная терапия не достигла результата, не достигла эффекта. И мы можем рассматривать уже следующую ступень терапии. Ну достаточно вот типичная в области локтя. Также вот такой ограниченный, четко очерченный очаг с таким активным шелушением на поверхности. При удалении шелушения такая терминальная пленочка. Терминальная пленочка. И вот если дальше удалять вот эту чешуйки, то мы видим уже феномен кровяной росы. Здесь вот тут очажок такой без использования наружных кортикостероидов. Но видно, что чешуйки отлетали, и мы видим более такие оголенные участки уже дермы. Бывает даже еще более выраженные роговые наслоения. И мы говорим, что в таком гипсовидном, гипсовидных бляшках. Но чаще всего пациенты все-таки используют наружные средства, даже эмалент или какие-то отшелушивающие препараты. И увидеть такой выраженный роговой слой удается нечасто. Вот здесь симметричность. Для псориаза характерна симметричность. Поэтому при описании кожного процесса мы всегда говорим, что это хронический, распространенный, симметричный процесс. То есть чаще всего тут и здесь на выступающих частях, здесь как раз вот ягодицы. Ну и тут видно, что на месте регресса видим такую псевдоатрофию. Да, такой есть даже терминология в российской терминологии. Псевдоатрофический ободок Воронова. Но тут он более распространенный. На месте регресса псориатических бляшек мы видим такую легкую атрофию. Но она является псевдоатрофией. Потому как атрофии не возникает. В отличие, кстати, от красной волчанки, когда при регрессии очагов красной волчанки возникает атрофия на коже. После псориатических высыпаний такого не происходит. Если кожа светлая, это могут быть пятна гиперпигментации. Если кожа темная или подвергалась инсуляции солнечной, то тут депигментация. Ну и вот такие тоже достаточно типичные локализации. Область поясницы. Бляшки, сливаясь между собой, образуют такие вот очагицы, с такими географическими очертаниями, с таким шелушением на поверхности. Ну вот такие бляшки, они безболезненны. Но вот от края тоже там, я думаю, что возникает зуд у пациента. Или желание содрать корочку. Бывает даже уже привычное такое желание почесать. Мелкие высыпания. Тут вот крупно отображены папулы. Папулы, которые узелки, которые с роговыми чешуйками, сливаясь между собой, такие папулки и образуют бляшку. Вот здесь тоже такой очаг давний. Но обычно такие очаги держатся около 10 и более лет. Пациент активно мажет наружными кортикостероидами, бросает, когда надоедает, опять мажет. Летом обычно получше становится, потому что действительно солнечные лучи улучшают состояние. Но это тоже временный эффект. Поэтому это не является основной тактикой ведения пациента наружной кортикостероиды и солнечной ванной при средне-тяжелых и тяжелых формах псориаза. Вот наш пациент, здесь эксудативная форма. Обыкновенный бляшечный, эксудативный, рупиоидный. То есть, когда на поверхности бляшки такие, знаете, сочные корки, сочные корки, склеенные эксудатом, и вот такая вот сочность и плотность этих бляшек приводит к тому, что бляшка трескается, и идет еще и местное повреждение в виде трещин. И потом, как бы сливаясь, у нас образуются уже такие корочки геморрагические, эксудативные. И вот рупи, то есть такие наслоения, рупиоидные наслоения на поверхности. И вот тут очень хорошо виден как раз гиперрагический ободок эритоматозный, который говорит о том, что бляшка в процессе прогресса, то есть прогрессирующая форма здесь. Ну и вот для того, чтобы немножко так оптимизма добавить, это молодой человек, мы пролечили его препаратами современными, и вот на месте этих бляшек сформировались пятна гиперпигментации. То есть, в принципе, забегая немного вперед, я хочу сказать, что псориаз в настоящее время контролируемое заболевание. То есть нельзя сказать, что это абсолютно вылечиваемое заболевание, но контролируемое, как любое хроническое заболевание. Если пациент настроен, его можно контролировать, добиваясь хорошего результата и в связи с этим, и хорошего качества жизни. Этот же пациент, я здесь бы хотела обратить ваше внимание на линейную форму. Но еще можно, если бы не было других бляшек на теле этого молодого человека, можно говорить о таком виркозном невусе, срезеформные такие высыпания. Но тут есть и вот этот такой линейный очаг, и в то же время другие бляшки на поверхности кожи. Вот этот очаг хуже всего поддавался терапии, потому как он связан с дерматомом. То есть генетические изменения и формирование этого дерматома претерпевали изменения врожденные. Поэтому тут уже можно говорить о невусе. И вот этот очаг уходил хуже всего. И вот на соседнем фото вы можете увидеть, что все равно просматривается та линия, которая больше всего повреждена, и плохо поддавалась терапии. Но мы добились результата и в этом случае. Срез волосястой части головы тяжелый, неприятный. Тут еще увлекаются ушные раковины. Это видно. Ну и чаще всего идет такая четкая граница по росту волос. Ну и на этом фото мы видим рост волос. И дальше уже более гладкая чистая кожа. Хотя, конечно, идет распространение на гладкую кожу. И волосы среди чешуек имеют такую сложно поддающуюся форму. И, конечно, это сильно удручает наших пациентов. Поход к парикмахеру вызывает к стрессу пациента, ведет к зуду, обострению. Потому что триггерными факторами обострения является стресс. То есть все, что может как-то иммуносупрессивно и вообще как-то повлиять на иммунный статус человека, то и ведет к обострению. Будь это лихорадка, вирусные заболевания, стресс. Может быть другие заболевания, связанные с патологией желудочно-кишечного тракта. То есть много триггеров. И вот в данном случае следующие фото также отражают выражение волосистой части головы. И разные бывают чешуйки. Не обязательно серебристые, если это эксцедативный компонент. Видите, желтоватые корки могут образоваться. Некоторые путают с сибореей, с сиборейным дерматитом. Но если провести такую дифференциальную диагностику с сиборейным дерматитом, сиборейный дерматит не имеет инфильтрации. То есть серебристические бляшки – это всегда некоторая такая плюс ткань. При сиборейном дерматите одно слово «сиборея» говорит о том, что идет салоистечение. То есть сиборей, сепум – это всегда жирная кожа. И чешуйки тоже желтоватые. Но поспаление не имеет таких четких очертаний, как при псориазе, и не имеет выступающих поверхностей. То есть если потрогать, пропальпировать эти высыпания, мы псориаз четко отслеживаем. При сиборейном дерматите такой инфильтрации нет. Но бывает псориаз безактивная инфильтрация, особенно если пациент пользуется наружными кортикостероидами. Поэтому тут очень важен такой академический дерматологический подход к осмотру пациентов. Нужно осмотреть от макушки до стоп, до пят. То есть мы должны полностью оценить весь кожный покров, собрать анамнез. Тогда постановка диагноза псориаза и любого кожного заболевания будет иметь большую результативность. Псориаз волосистой части головы. Но тут еще интересно, ведь сразу же видна кисть. Тут и псориаз, и кисти, и псориатическая ониходистрофия. Псориаз волосистой части головы тоже. Тут видите, тоже чешуйки желтоватые. Сиборийный дерматит. Псориаз тоже диагноз. Но здесь псориаз мы видим такое диффузное повреждение. Хотя, конечно, и у людей с жирной кожей может сочетаться и псориаз, и сиборийный дерматит. И даже есть в немецкой литературе терминология сиборийный псориаз. Но тут надо понимать, что будет дальше при осмотре кожных покровов. И если мы видим подобное высыпание ниже, то, конечно, это псориаз. Псориаз каплевидный. Очень интересная форма. Если мы ранее видели такие крупные бляшки, такие сливающиеся очаги инфильтрации, ритемы, шелушения, здесь псориаз мелкий, каплевидный. Вот он как раз очень часто связан с инфекционными процессами, связан со стриптококком. То есть типичная картина, о которой говорит наш пациент. Я переболел, что-то у меня горло болело, температура. Да, 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 я ангинами страдаю с детства. И тут еще вот эта история с высыпаниями. То есть терапевтическая тактика при таком заболевании связана с назначением антибиотиков и санацией очагов хронической инфекции. Будь это санация стоматологических проблем, или лор-проблем, или других каких-то. Но в первую очередь это санация очагов хронической инфекции у других специалистов. Ну и, конечно, насколько часто такое заболевание повторяется, каплевидный псориаз, это заболевание молодых людей. У взрослых пациентов каплевидный псориаз бывает намного реже. Молодых девушек, молодых людей, детей. Вот так выглядит каплевидный псориаз. Вы видите, тут нет такой тенденции к слиянию, мелкие высыпания. И действительно, при санации очагов хронической инфекции, сначала антибиотики, наружные кортикостероиды, но тут прогноз более благоприятный, причем, конечно, при таких хронических крупных бляшках. Тоже каплевидный псориаз, видите, да, тут и мелкие-мелкие высыпания. Псориаз крупных складок или инверсный псориаз. Если вспомните, когда я говорила о типичных локализациях псориазических высыпаний, это разгибательные поверхности области локтей и коленных суставов. А вот инверсный псориаз тоже может быть. И, кстати, чаще всего он встречается у пациентов с сахарным диабетом и с повышенной массой тела. Инверсный псориаз, то есть, с другой стороны, инверсный в складках, псориаз крупных складок. Здесь подмышечная складка изображена, но мы можем говорить, что очень часто поражаются паховые складки. Если жировой фартук, то под жировым фартуком могут поражаться межьягодичная складка. Ну и, наверное, за ушами в складке я уже продемонстрировала до предыдущих фото. Но в таком случае псориаз сочетается с псориазом волочистой части головы. Обыкновенный бляшечный. Ну вот тут бы я хотела обратить внимание на локализацию. Вот есть обыкновенный, поражаются тылы кистей. Ну тут видно, что пациент активно пользуется наружными кортикостероидами. Видно, знаете, такая дефрагментация бляшки. Но при этом вот абсолютно точно уверена, что если пациент бросит сейчас использовать наружные кортикостероиды, эта бляшка вернется к изначальному состоянию или даже будет прогрессировать. Потому что, конечно, воспаление тут присутствует, инфильтрация. И видно, что это не единственный очаг, конечно, на коже пациента. Вот мы видим там и мелкие высыпания, и следы расчесов, и трещины глубокие достаточно. Но если посмотреть на руки с другой стороны, вот так, еще один пример, тыл кисти, обыкновенный бляшечный. Если же посмотреть с другой стороны, ладонная поверхность, здесь уже новая форма, следующая форма фенотипа псориаза, ладонно-подошвенная. Ладонно-подошвенный псориаз поражает именно не тыл кисти, а ладонную поверхность и подошвенную поверхность. Там другая структура кожи, существует блестящий слой. И, конечно, вот эта форма очень плохо поддается в терапии, инфильтрация более выраженная. Сложно лечить еще потому, что, конечно, это руки и ноги, которые активно участвуют в нашей повседневной жизнедеятельности. И сложно уменьшить нагрузку, сложно обрабатывать, сложно уменьшить контакт с водой, другими компонентами постоянной ежедневной деятельности пациента или даже работы. И постоянно идет растяжение, трещины, кровоизлияние. А если помним изомортную реакцию, любая трещина стимулирует развитие дальнейшего воспаления, так как это особенность пациентических высыпаний. Вот поражение ладонно-подошвенной поверхности. В отличие, может быть, кто-то думает о микозе, например. Но здесь достаточно типичное поражение псориатическое, потому что, посмотрите, очень четкая граница. По сути, та же бляшка только на стопах. Не всегда так красиво и четко можно дифференцировать. Ладонно-подошвенный псориат, например, кератодерми или того же микоза стоп. Но есть ряд особенностей. В любом случае, микоз чаще всего у нас это поверхностное муковидное шелушение. Такое муковидное шелушение – это как порошок. Здесь явно чешуйки крупные, пластами такими кожа отторгается. И дальше другие поражения на коже тоже могут подсказать правильность постановки диагноза и помочь. Ладонно-подошвенный – тоже кисть, центр кисти. И вот такие четкие, видите, очертания на теноре и гипотеноре. Тоже говорит о псориатическом повреждении. Ладонно-подошвенный пустулезный. Я уже говорила о том, что эти пустулки, они такие, знаете, всегда одинакового диаметра. Это удивительно. В отличие, например, от того же какой-то пиодермии, когда гнойничковые элементы сливаются между собой, образуют такие непонятных форм пузыри, заполненные гнойным содержимым. Здесь прям четкие, кругленькие. И это тоже такая дифференциальная помощь для постановки диагноза пустулезный ладонно-подошвенный псориаз. При экземе они бывают разные. Для экземы характерны, там, гипотическая экзема или, там, истинная экзема. Полиморфизм характерен. Что такое полиморфизм? Встречаются и папулы, и пустулы, и визикулы, и эритема. Здесь мы видим такое, значит, нарушение кератинизации и такие мелкие пустулки, стерильные пустулы, пустулы кагоя, потом орфологи надо писать. Или вот на кистях. Достаточно часто встречается, и в настоящее время даже идут разговоры о том, что это не псориаз. То есть, возможно, в ближайшие годы, может быть, не столь ближайшие, посмотрим, как будет развиваться наука в этом направлении, эти формы псориаза, пустулезная ладонно-подошвина Барбера и пустулезный псориаз генерализованной Цумбоши, будут выявлены как отдельная нозологическая форма. Но в настоящее время мы рассматриваем как фенотип псориаза, то есть одна из клинических тяжелых форм проявлений псориаза. Вот тоже, посмотрите, такая локализация. И видите, тоже мы посмотрим, видим четкую границу, что, конечно, не характерно для грибкового выражения 100. Это ладонно-подошвенный пустулезный псориаз. И здесь тоже, видите, такая четкая граница, шелушение, такие пустуки. Для грибкового процесса это совершенно не характерно. И вот еще один пример. И посмотрите, тут ноготь. Подноктевой гиперкератоз. Тут хорошая проекция. Мы видим оттолщение ногтевой пластины и отторжение. По сути, это та же бляшка, которая на коже, но только под ногтевой пластиной. Мы видим утолщение, мы видим шелушение. Вот. И, скажем так, уже непрозрачность ногтевой пластины. Она имеет такой желтоватый цвет за счет такого реформирования гиперкератоза под ногтевого. И как раз логично продолжение нашего вебинара, связанное с поражением ногтей. Но тут бы я хотела напомнить вам анатомию ногтей. Так, ногтевая пластина, ногтевая пластина, видите, поверхностная пластинка, коллагеновые волокна. И дальше сухожилия разгибателя, сгибателя, глубокая пластина. Ногтевая пластина у нас на пальцах удерживается сухожилиями. Это важно знать, почему. Если поражены ногти у больного с псориазом, значит не могут быть не вовлечены сухожилия. Или появляется такая тенденция к энтезитам. То есть энтезит воспаления вместо прикрепления сухожилий. Таким образом мы можем рассматривать поражение ногтей как предиктор развития псориатического артрита. Потому как псориатический артрит начинается с энтезитов. А ногтевая пластина удерживается на ногтевой фаланге с помощью связочного аппарата, который повреждаясь демонстрирует нарушение внешнего вида ногтевой пластины. И значит возможность дальнейшего развития энтезитов, дактилитов и дальнейшего поражения суставов у данного пациента более вероятна. Поэтому конечно для дерматологов важно и особенно важно для ревматологов. Ревматологи это очень хорошо знают, но дерматологи не все. И я думаю, что врачам и других специальностям будет важно знать, потому как поражение ногтей это всегда предиктор развития псориатического артрита. Но вот в данном случае такое легкое поражение и не поражен матрикс, только дистальное повреждение идет. Если же поражена полностью ногтевая пластина, здесь тяжесть псориаза конечно увеличивается. Но вот с таким повреждением могут быть у пациента достаточно долго жить. И вот могут, может быть там где блик явный такой, мы видим такое точное углубление. Или его мы называем симптом наперска. Ну то есть здесь один такой тяжочек, но их может быть много. Но мы видим здесь, видите, еще такое и под ногтевые кровоизлияния, и вот тоже такое отторжение дистальной части ногтевой пластины, под ногтевой гиперкератоз. Вот, и вот здесь посмотрите, вот уже большее количество таких вот точных удавливаний. Тут мы видим симптом масляного пятна, то есть такие вот такие коричневато-желтоватый развод и под ногтевой гиперкератоз. То есть формулируется такая бляшка, типичнейшее поражение ногтевой пластины при псориазе. Тут конечно будет, нет, некоторые говорят, да ну похоже уже все-таки на грибковое поражение. Ну не совсем. При грибковом поражении идет поражение, идет изменение углов. И такие, знаете, такие стрелы идут, такие по ходу структуры ногтевой пластины. Так как она имеет трубчатое строение, грибок у нас продвигается вглубь по ногтевой пластины, по вот этим структурам атотомическим. Поэтому и поражение ногтевой пластины грибком, оно чаще с одной стороны в области деформации ногтя и имеет такие, знаете, такие векторные изменения окраски и структуры в сторону проксимальной части. Здесь же псориаз, вы видите, я думаю, что уже несколько фотографий уже дает вам представление о псориатическом поражении ногтей, псориатической у них адистрофии. Вот тут множественные точечные углубления, ногтевой гиперкератоз, что еще, симптом масляного пятна здесь не очень выражено, но геморрагии присутствуют некоторые. Ну и вот такое уже тут универсальное повреждение ногтевых пластин. И вот эта фотография чем интересна? Тут идет поражение только ногтей, а бляшек на кистях мы не, ну по крайней мере вот на этом фото не видим. То есть вот изолированное повреждение ногтевых пластин. И тут как раз мы видим, как раз изменение окраски связано с такой, с масляными, симптом масляного пятна, это такое желтоватое. Но я думаю, что вы уже понимали, что нет, это не грибок. Тут видно, идет воспаление. И не может грибок поразить так одинаково все ногтевые пластинки. Вот не может быть много точных таких вдавливаний на всех ногтевых пластинах стоп, ну и кистей, но я думаю, что и на стопах тоже самое. Ну или вот тоже, посмотрите. Ну по сути, это та же псорритическая бляшка, только в виде ногтевой пластины. То, что мы видели на коже. Но вокруг кожа не изменена. Ну то есть это вот здесь можно говорить о такой стационарной стадии. То есть, или может быть даже регрессирующий. Здесь нет такого воспалительного момента. То есть псорряс наверняка тут давний, и такой хронический, и в настоящее время спокойный. Псорряс у детей сложная, сложная, конечно. Нозология, очень жалко деток, которые рождаются с такими предрасположенностями, очень яркими проявлениями в живутецком возрасте. И очень часто, конечно, что псорряс только прогрессирует. У нас занимаются псоррясом у детей, и научный центр здоровья детей. И очень важно правильно попасть к специалистам, которые владеют навыками терапии данной категории маленьких пациентов. Потому как, конечно, мазать кортикостероидами данных пациентов с головы до ног, это все равно, что системно вводить кортикостероиды. Потому как кожа детская, она способна быстро впитывать, то есть адсорбировать все компоненты. Особенно хорошо проникают кортикостероидные кремы. И если наносить на всю поверхность кожи, системное действие обеспечено кортикостероидом. Ну, тоже поражение складочек. Ведь более такие сочные, эксцедативные высыпания чешуек практически не видно. А здесь уже появляются чешуйки на боковой поверхности. Ну, и тут, видите, тут очень часто долго не диагностируется псориаз. Считается, что это пеленочный дерматит, потому как идет поражение в области памперсов. Да, есть поражение в области памперсов благодаря постоянному трению, такой мацерации данного участка. И, возможно, отсюда и начинается псориаз. Но когда появляются высыпания и выше, и эти типичнейших проявлений псориатических, тут, конечно, диагноз налицо. Псориатическая эритродермия – это осложнение псориаза. Эритродермия – вообще одно из самых сложных, наверное, состояний в дерматологии, когда поражается полностью весь кожный покров. Эритродермия может быть токсического генеза, может быть псориатического генеза. Есть и другие формы, например, синдром сазарии. И вот очень сложно правильно поставить диагноз. Хорошо, если пациент говорит, у меня псориаз, который постепенно-постепенно развивался, распространялся. И вот в конце концов появилась такая диффузная форма псориаза. Но бывает такая острая форма. И обострение идет, поражение всего кожного покрова. И тут мы должны, конечно, брать биопсии для того, чтобы правильно поставить диагноз. Если все-таки до этого псориаза у пациента не было, сразу поставить псориатическую эритродермию невозможно. Тут требуется очень такая правильная диагностическая тактика. Псориатическая эритродермия. Вот тут мы видим на поверхности шелушения. Справа – это наша пациентка. Слева – фотообзаимствованная. Но мы видим, если вот справа – это такая рыжеватость. Обычно это морковный оттенок. Вот тут диагностика может быть с болезнью дивержи. Тоже наследственный дискератоз. Ладони подушу желтоватого цвета. Но это не псориатическое поражение. А вот когда такой лиловый оттенок, лиловый, как у пациентки справа, это псориатическая эритродермия, связанная с активностью сосудистых изменений. И данная пациентка также у нас долгое время наблюдалась. Была в нескольких учреждениях, использовались системные глюкокортикостероидные, что является абсолютно нежелательной тактикой введения. То есть при эритродермии используют кортикостероиды, но крайне редко и в безвыходном положении. Даже самые тяжелые формы псориаза сейчас лечатся некортикостероидными системами. Это является противопоказанием. Почему? Потому как после использования системных кортикостероидов псориаз переходит в такое состояние, когда другие методы терапии уже торпидно к лечению. И псориаз начинает прогрессировать. И только гормоны уже начинают спасать пациента. И формируется такой порочный круг, который, конечно, приводит к осложнениям длительной системной кортикостероидной терапии, учащению введения кортикостероида и так далее. Поэтому даже такие тяжелые формы псориаза нужно ввести не системными кортикостероидами. Псориатическая ретендермия, ну тут вот явно, видите, идет распространение высыпаний, связанное с прогрессированием. Есть островки здоровой кожи. Но вот этот феномен островков здоровой кожи, если здесь они крупные островки здоровой кожи, можно говорить о том, что псориаз просто не вовлекает эти процессы. Когда же диффузный процесс, вернусь на предыдущие фото, как вот этот оранжевый человек, так скажем, и у него островки здоровой кожи мелкие, вот это патогномоничный симптом болезни Тиверши. Ну то есть такая тактика драматологическая по диагностике различного драматоза. И самый тяжелый псориаз, это псориаз пустулезный генерализованный Цумбуша. Мы видим пустулы, помните, как на тех фоток, где ладони и подошвы были с такими пустулками. Здесь на всем кожном покрове существуют пустулы, стерильные пустулы, что иногда путают специалистов другого профиля, и насыщаются антибиотики. Но это не инфекционный процесс, это псориаз генерализованный пустулезный Цумбуша. Вот видите, он так протекает. Мы видим тяжелый. Вот эта форма, конечно, она может быть сложна в лечении. Вот это, наверное, то исключение, когда используются кортикостероиды. Но, слава богу, таких форм не так много. И в настоящее время появились геноинженерные биологические препараты, которые нам помогают дать человеку безопасную терапию. Сейчас можно уже говорить о безопасности, потому что отдаленные результаты терапии этой группы препаратов есть у стран, которые давно используют. Но я думаю, что и у нас сформируется уже свой опыт терапии геноинженерными биологическими препаратами. И на этом я заканчиваю. Большое спасибо за внимание. Надеюсь, информация была полезна не только для дерматологов, но и для специалистов других специалистов. Всего доброго! Ассоциация «Сирано» рада представить новое мобильное приложение. Все возможности образовательного портала теперь в новом формате на экране вашего телефона. Вы можете настроить личный профиль и получать уведомления о предстоящих конференциях и вебинарах. С удобным календарем легко выбрать интересующее вас мероприятие и зарегистрироваться на него. У вас появится возможность собрать в свою библиотеку полезные информации. Приложение уже доступно в App Store и Google Play. С мобильным сервисом «Сирано» образование станет ближе и удобнее.